Добрый вечер, в студии Павел Яндовицкий, в эфире Информбюро, программа Чистых Новостей. И вот под какими грифами этот день войдет в историю. Гриф Корь. Ставропольские врачи бьют тревогу. Наш край вошел в пятерку регионов России по этому заболеванию. Чем опасна эта зараза и почему важно провериться и сделать прививку, выяснял Алексей Корпиков. Гриф ЧМ Дышать. Ставрополь признали городом с высокой загрязненностью воздуха. Что говорят специалисты, ощущают ли это на себе горожане в сюжете Олеси Мереховой. Гриф Теплеет. В некоторых районах края завтра температура поднимется выше нуля. Подробнее в конце программы. Игорь Бестужий полностью признал свою вину. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. Накануне вечером стало известно, сити-менеджер Ставрополя пошел навстречу следствию и сознался в том, что собирался получить взятку в размере 50 миллионов рублей. За предоставление городской земли площадью 5 гектаров. Завершить сделку до конца ему так и не удалось. Правоохранники задержали его помощника Леонида Козлова, который решал вопросы по получению денег. Как поясняют в Следственном комитете, Игоря Бестужева перевели в изолятор в Северную Осетию для его же безопасности. Родственники, подчеркивают правоохранники, были в курсе, куда переводят задержанного. Кроме того, информация об ухудшении здоровья сити-менеджера не подтвердилась. На зрение, утверждают следователи, Игорь Александрович не жаловался. Бестужева обеспечена в полной мере право на защиту. Им заключены соглашения об оказании юридической помощи с несколькими защитниками, которые участвуют во всех следственных действиях, производимых с его участием. В ходе расследования уголовного дела Игоря Бестужева предиально обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, частью 6, статьи 290 Уголовного кодекса РФ покушения на получение взятки. Вину в совершении указанного преступления Бестужев признал полностью и дал показания по существу предиального обвинения. Грифкорь. Ставропольские врачи бьют тревогу. Наш край стал одним из лидеров среди регионов страны по количеству заболевших. Проблемы обсуждали и в правительстве края. Чем опасны последствия этой заразы и как от нее защититься, знает Алексей Форсиков. Сутки не мочить это место и механически не растирать. Ни рукой, ни мочалкой, вообще ничем. Ася, как, наверное, любая девушка, боится уколов. Но на эту прививку пришла специально, чтобы быть уверенной, корью она не заболеет. Прочитала в интернете о том, что на Ставрополе заразились много людей. Она не помнит, болела ли в детстве, поэтому и решила пройти вакцинацию сейчас. Оказалось, это совсем не больно. А врач сказал, никаких болезненных последствий не будет. Я студентка, сама приезжая. И все время, как нахожусь в обществе, проживаю тоже в общежитии. Как бы не хочется заражать других людей и болеть самой. В принципе, я думаю, что прививаться надо всем. Ну, естественно, для начала провериться. Прививка в любом случае она не помешает, но будет безопаснее, мне кажется. Особенно студентам это обязательно. С начала года в крае выявили более сотни случаев заболевания. А это, говорят врачи, серьезная цифра. Согласно национальному календарю прививок, первая вакцинация от кори делается на первом году жизни. Повторная в 6 лет. Случаи заболевания в более старшем возрасте говорят о том, что прививки заболевшим просто не делались. Или же люди оформляли отказ от вакцинации. А чем старше человек, впервые заболевший корью, тем серьезнее могут быть ее последствия. От пневмонии до заболеваний суставов. Прежде всего, во-первых, тяжело протекает само заболевание. С очень высокой температурой. Суставные боли очень серьезные. Боли в поясничной области. Может быть, вовлечены в патологический процесс практически все органы и системы. То есть в детском возрасте заболевание протекает достаточно тяжело и чревато целым рядом осложнений. Но еще тяжелее это заболевание протекает у взрослых. Корь передается воздушно-капельным путем. Поэтому подхватить ее можно где угодно. В особой группе риска те, чья работа связана с людьми. Врачи, учителя и социальные работники. Именно поэтому прививки делают в первую очередь им. Я просто призываю население не бояться. Прививки эти мы в прошлом году сделали в большом количестве. Мы их практически полностью, план мы выполнили. Осложнение не зарегистрировано. Вакцина хорошая. Отечественная вакцина. Вот. Мы много лет с ней работаем. Поэтому бояться не нужно. Нужно прививаться для того, чтобы избежать осложнений. Губернатор края дал поручение Минздраву извести заразу. И подал пример подчиненным. Поручение Мажарова проанализировать ситуацию, принять дополнительные меры по иммунизации взрослого населения, особенно группы риска. Начиная с аппарата правительства. Естественно, и министров, и руководителей. Кончайте со здоровьем баловаться. Сделайте прививку. Я, во всяком случае, сделал. Вакцины в крае хватит всем. И тем, кому она прямо показана, и тем, кто сам захочет привиться. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро. Депутаты региональной думы планируют провести рейд по краевым медучреждениям, чтобы проверить, как на Ставрополе реализуется программа модернизации здравоохранения. Об этом народные избранники говорили сегодня на еженедельной планерке. Еще обсуждали вопрос о работе управляющих компаний, прошлись и по повестке предстоящего заседания. Также депутаты готовят обращение к правительству страны о создании государственной системы мониторинга состояния гидроминеральных ресурсов в регионе Кавминвод. Планируется ликвидировать аварийные скважины, а ничейные оформить в госсобственность. Еще одна важная тема – обсуждение совещаний по проблемам заповедников, которые накануне провел президент страны. Происходит просто деградация в ряде случаев. Всем этим торгуют, продолжил Дмитрий Анатольевич. Следующий тезис – государство не может туда зайти, поскольку это охраняемый объект. На самом деле там идет варварская эксплуатация, причем в нелегальной форме. Ну и об этом он призывает задуматься правительство и руководство региона. В этой связи приступаем к анализу эффективности функционирования особо охраняемых природных территорий на территории Ставропольского края в свете совещания. Велосипедные дорожки вскоре должны появиться в Ставрополе. На планерке в администрации города обсуждали развитие велоспорта в краевом центре. Мало того, что это поможет немного разгрузить город от автомобильных пробок, так еще и люди будут вести здоровый образ жизни. В Санкт-Петербурге уже есть подобная практика, и Ставрополь не будет отставать от северной столицы. Кроме того, на совещании обсуждали строительство фонтана на Крепостной горе. Проект уже готов, на днях будет объявлен конкурс между строительными организациями, чтобы успеть преобразить краевой центр ко дню города. Исполняющий обязанности главы администрации Андрей Джадоев также прокомментировал признание вины Игорем Бестужем. Вы знаете, наверное, сложно комментировать такие вопросы, тем более речь идет о работе правоохранительных органов. Я считаю, что не в моей компетенции комментировать подобные факты. Что касается работы администрации, то работа идет в штатном режиме, в обычном соответствии с действующим законодательством. Гриф «Чем дышать» – этот вопрос все чаще стал беспокоить жителей Ставрополя. То, что воздух в городе действительно стал грязнее, подтверждают и специалисты. Краевой центр признали городом с высоким загрязнением воздуха. Эти данные опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. Причины таких показателей выясняла Олеся Мелехова. Юлия Захарова живет в Ставрополе уже давно. Женщина говорит, за это время воздух в городе заметно изменился, причем не в лучшую сторону. Сказывается это, безусловно, и на здоровье, отмечает женщина. И добавляет, надышаться вдоволь может только летом на даче. Винит во всем автомобиле. «Везде пробки. По Ставрополю, я живу в юго-западном районе, вообще не мыслимо уехать. Наработаю с работой. Даже вот в течение дня пробки, пробки и пробки. Там мы проехали где-то. От 50 лет до ваторцев. Постоянные пробки. У нас в юго-западном все-таки здесь парк этот, на садке. Все равно очень, очень изменился воздух. Дышать просто нечем. Благодаря тому, что у меня дача, вот летом я выживаю. А так не мыслимо». С Юлией Захаровой, согласные специалисты, главной причиной загрязнения воздуха они считают автотранспорт. С каждым годом на Ставрополе его становится все больше. За последние три года в крае прибавилось 75 тысяч машин. В краевом центре каждый год число автомобилей увеличивается на 15%. Что касается города Ставрополя, то по состоянию на 2009 год было более 120 тысяч единиц транспортных средств зарегистрировано. И каждый год приток транспорта, количество транспорта увеличивалось более чем на 2000 единиц каждый год. Министерство природных ресурсов и экологии России включило Ставрополь в список городов страны с наиболее загрязненным воздухом. Определили это по нескольким показателям – бензопирену и формальдегиду. Первое вещество выделяется при сжигании топлива, второе – при стирании автопокрышек. В краевом же гидромедцентре утверждают – пробы воздуха они берут три раза в сутки. И никаких отклонений от нормы специалисты не видят. А поясняют, данные министерства страны устарели. Относятся они к лету 2010 года. Тогда жара была аномальной и дышать действительно было нечем. Сейчас же ситуация изменилась к лучшему. По нашим наблюдениям, за 2011 год превышение предельно допустимых концентраций зарегистрировано лишь по оксиду углерода. И то, это нижняя часть города, где происходит основное скопление вредных веществ. В основном это поступление от автотранспорта. По остальным веществам превышение предельно допустимых концентраций не зарегистрировано. За последние пять лет наблюдается тенденция к снижению концентрации по оксиду углерода, формальдегиду, фенолу и бензопирену. Повезло Ставрополю, говорят специалисты, и с местом расположения. Находится город на возвышенности и постоянно продувается ветрами. А это значит, утверждают в гидромедцентре, вредные вещества в краевом центре долго не задерживаются. Олеся Мельхова, Илья Аладин, Информбюро. Впереди блок экономических новостей. Татьяна Федорова уже подготовила порцию самого интересного. В текущем году на Ставрополье будет возведено более 1 300 000 квадратных метров жилья. Но для наглядности это 22 000 квартир в средней площади около 60 квадратов. Большая часть из них – многоэтажные дома. Поэтому Минстроем принято решение постепенно поменять ситуацию в сфере малоэтажного строительства. Ведь даже несмотря на значительную разницу в стоимости, спрос на малоэтажные коттеджи на несколько квартир пока невелик. Особенно в районах. Государство намерено использовать эти преимущества при обеспечении жильем детей-сирот. Практика показала, что в пределах бюджетных субсидий бывает очень сложно подобрать достойное жилье эконом-класса. Проблема разрешится, если на селе будут построены малоэтажные коттеджи, где стоимость квартир для детей-сирот не будет превышать размер бюджетной помощи. С этого же года региональная поддержка будет оказываться учителям, работающим в сельской местности. Уже разработаны и льготные механизмы. Они представляют собой выплату субсидий на приобретение жилья в размере 20% от его стоимости и предоставление ипотечных кредитов по максимально низкой ставке – 8,5%. Соответствующие средства в региональной казне заложены. Администрация Невиномыска разработала дорожную карту резидента. Она позволяет упростить процедуру входа в региональный индустриальный парк Невиномыск для нового бизнеса. В карте шаг за шагом прописан алгоритм действий потенциальных инвесторов. От согласования концепции и основных параметров инвестпроекта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Реквизиты учреждений, списки необходимых к заполнению документов, масса другой нужной информации – все это также можно найти в дорожной карте. Подробнее с ней можно ознакомиться на официальном сайте администрации Невиномыска. В ближайшее время на территории парка будут размещены 10 резидентов, которые направят на строительство новых производств более 10 миллиардов рублей. 14 населенных пунктов Ставрополя должны газифицировать в 2012 году. Накануне в Краевой министерстве промышленности анализировали комплекс проблем реализации программы газификации региона. Напомню, в 2012 году «Голубое топливо» должно прийти в 14 населенных пунктов. Основное внимание обращено на решение вопроса окончательного выбора трасс межпоселковых газопроводов. Кроме того, теперь снята проблема финансирования разработки проектно-сметной документации на распределительные газовые сети поселения Татарского сельсовета Шпаковского района, включенных в график на 2012 год. Учитывая сжатые сроки реализации социальную значимость программы газификации, принято решение ежемесячно рассматривать ее ход на совещаниях в Минпроме. И переходим к курсам валют. Долларбанки сегодня покупали по 29 рублей 15 копеек, продавали на 72 копейки дороже 29,87. Единая европейская, курс покупки 38,40, продажа 39 рублей 15 копеек. И вот как выглядит курс валют, опубликованный Центробанком на завтра. Доллар 29,67, евро 38 рублей 85 копеек. Это были все бизнес-новости на сегодня. Я с вами прощаюсь, как всегда желаю. Удачного вечера. И пришло время поговорить о погоде. Я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края до минус 6. С утра в Старополе на Мыске ясно. Днем около 0, вечером минус 4. В городах Кавказ михральных вод облачно. Днем плюс 4, вечером плюс 1. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой и спутниковый круглосуточный канал stv.3 калории. Заходите к нам на сайт stv.rf, смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. И обязательно звоните, поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. А у меня все. Вы смотрели информбюро программу чистых новостей. С вами был Павел Гендавицкий. Увидимся. До 8 апреля в Ставропольском цирке Мишки Джигиты на австралийских бунгалах.